Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Систему автоматизированного контроля в сфере растеневодства внедряют в Карагандинской области. Глава региона ознакомился с агропромышленными комплексами Бухаржираусского и Осакаровского районов. Строительство новой мечети началось в первый день священного месяца Рамазан в поселке Уштубе. Будущий мусульманским молитвенный дом рассчитан на 300 человек. 15 лет проводится областная спартакиада медицинских работников. Организаторы отмечают, что с каждым разом участников становится все больше. 25% дорог в Карагандинской области находятся в плачевном состоянии. На очередном аппаратном совещании Акимата области под председательством главы региона Ерлана Кушанова рассмотрели проблемы автомобильных дорог и дорожных знаков. 25% дорог в Карагандинской области находятся в неудовлетворительном состоянии. На ремонт по области было выделено 270 миллионов тенге. Власти заявили, что этого мало и хватит лишь на ямочный ремонт. На эти деньги подрядные фирмы должны будут отремонтировать 85 тысяч квадратных метров. В областном центре ямочным ремонтом будет охвачено 43 тысячи квадратных метров на сумму 150 миллионов тенге. На ямочный ремонт дорог на текущий ремонт у нас выделяются не такие большие средства. По республиканским дорогам это 460 миллионов тенге на 142 тысячи квадратных метров. По областным это 85 тысяч квадратных метров, 270 миллионов тенге. По городу Караганде 43 тысячи квадратных метров, 150 миллионов тенге. И вот эти работы, они уже производят с 1 мая и должны, получается, на текущей неделе их должны завершить все. В плачевном состоянии находятся в основном дороги в малых населенных пунктах, расположенных вблизи крупных промышленных предприятий, таких как Казахмыс и Алайгар. Большегрузная техника с каждым разом все сильнее разбивает подъездные пути к поселкам. Акимобласть распорядился о проведении ремонтных работ за счет этих предприятий. Но этого, по мнению Ерлана Жакановича, мало. Нужно, чтобы промышленные предприятия также занимались содержанием дорог. Это вот корпорация Казахмыс, фирма Кармыс, Алайгар. Они все дороги там разбили практически, по которым они возят свои концентраты, руду. Сейчас мы их заставляем. Я направил туда транспортную инспекцию. Вот местная полиция. Они порядок уже наводят. Эти предприятия, компании, они уже начали ремонтировать эти дороги. Мы столько денег бюджетно потратили, чтобы содержать эти дороги. Они за один год разбили все. В ходе аппаратного совещания также шла речь о необходимости обновления дорожных знаков. На минувшей неделе было несколько ДТП со смертельным исходом. Глава области поручил всем акимам городов и местной полицейской службе провести ревизию дорожных знаков. На прошлой неделе в Караганде погиб 9-летний ребенок. И в средствах массовой информации пишут о том, что на данном участке нет зебры, не было. Я не знаю, так или нет. Разбирается ДВД? Нет, а пешеходный переход был. Именно ДТП был на пешеходном переходе, переходил девочка. Ну, мне докладывалось, что пешеходный переход установлен только с одной стороны дороги. И скрыт ветками деревьев. На прошлой неделе по улице Штурманская погиб 9-летний ребенок. На участке, где произошла авария, отсутствовал один из знаков пешеходного перехода, а другой был скрыт ветками. Руководитель отдела коммунального хозяйства Шалпан Жусупова прокомментировала эту ситуацию. А этот участок был в связи с тем, что попадает под 100 дорог под средний ремонт. Соответственно, разметка планировалось нанести только после проведения среднего ремонта. Когда мы двигаемся по космонавту в сторону старого аэропорта по Штурманской, по правой стороне, то она больше похожа как на сквер. Поэтому мы пересогласовали парком, поскольку эта зона у нас не была в содержании, и взяли ее в содержание парков. Парки вышли тоже в субботу и уже начали там подрезку деревьев. Соответственно, полностью вырезка порослей, оно будет просвечиваться и уже будет как бы видно. Андрей Тен, Ажара Гибаева, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Систему автоматизированного контроля в сфере растениеводства внедряют в Карагандинской области. Глава региона ознакомился с агропромышленным комплексом Бухаржураусского района. По данным статистики, регион показывает неплохие результаты. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил почти 6,5 миллиарда тенге. О запуске пилотного проекта Акиму Карагандинской области Юрлану Кошанову рассказал директор Карагандинского научно-исследовательского института растениеводства и селекции Дамир Колдыбаев. Селекционеры намерены автоматизировать весь процесс в растениеводстве. В этом году в пилотном режиме запускается система 1С-Агро, которая будет связывать все производственные участки вплоть до единого центра контроля. Но в будущем предприятие намерено заниматься не только растениеводством. Мы хотим маточное поголовье сейчас, как минимум по птицеводству, маточное поголовье по гусям и по уткам производить, чтобы закрыть потребности области. По овощам мы готовы сейчас в этом году будем инфраструктуру подводить, потому что у нас система орошения, конечно, оставляет желать лучшего. Аким Карагандинской области Юрлан Кошанов ознакомился с ходом весеннеполевых работ в Бухаржураусском районе. Плохие погодные условия сдерживали начало посевных работ, но аграрии надеются уложиться в срок и завершить работы к 1 июня. В Карагандинской области в этом году яровой сев запланировали на площади более 800 тысяч гектаров. Всего в посевной компании будет задействовано 20 тысяч единиц сельскохозяйственной техники. Юрлан Кошанов напомнил о необходимости возвращения в сельхозоборот неиспользуемых земель. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Асакаровском районе Карагандинской области также наблюдается положительная динамика в агропромышленном секторе. Отмечается рост в поголовье крупного рогатого скота, лошадей и птиц. Главе региона Ерлану Кушанову показали ведущие сельхозпредприятия района. На Асакаровский район приходится больше трети всех посевных площадей области. С начала этого года объем валовой продукции сельского хозяйства Асакаровского района составил почти 2,5 миллиарда тенге. В этом году мы планируем зерновые на площади 290 тысяч гектаров посеять. Это больше прошлого года на 12 тысяч 800, а в прошлом году мы увеличили на 36 тысяч. Была такая возможность, да, и погодные условия позволили. Акимобласти пообщался с руководством и работниками двух сельхозпредприятий – Жана-Ай и Найдаровская. Выращиванием зерновых предприятие Жана-Ай занимается уже 5 лет. В этом году под них выделено более 10 тысяч гектар. Крестьянское хозяйство Найдаровская занимается выращиванием пшеницы, масличных культур и картофеля. На встрече также было отмечено, что благодаря вмешательству областных властей решилась проблема с поставкой ГСМ по льготной цене. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Строительство новой мечети началось в первый день священного месяца Рамазан в поселке Уштубе Бухаржуравского района. Будущий мусульманский молитвенный дом рассчитан на 300 человек. Планируется, что возводиться мечеть будет на благотворительные средства, которые каждый желающий может перечислить на специальный счет. Стоит отметить, что на спецсчет уже начали поступать необходимые средства людей, желающих внести свою лепту в благое дело. Исторические кадры церемонии закладки первого камня в основании мечети в поселке Уштубе. Этот день местные жители ждали долго. В течение двух лет с представителями местной власти определялся участок для строительства и собирались необходимые документы. Как только все юридические процедуры были завершены и глава области дал свое согласие, сразу нашлись люди, которые решили помочь и техникой, и строительными материалами. Один из предпринимателей Караганды, к примеру, предоставил 10 тонн цемента. Ну а Аким поселка пообещал, что будущая мечеть будет обеспечена питьевой водой. Мечеть будет вмещать в себя более 300 человек. Здесь будет зал для мужчин на 250 мест и зал для женщин на 60 мест. Также в здании будут расположены два учебных кабинета и столовая на 200 человек в цокольном этаже. Мы думаем, что за лето мы успеем поднять стены здания и перекрыть крышу. Ну а через год передадим мечеть на пользование всем мусульманам. Будущая мечеть в поселке Иштебе будет выглядеть именно так, говорит главный имам. По сравнению с мечетью, которая существует в поселке сегодня, этот молитвенный дом вместит в себя всех мусульман местности. До этого времени местным верующим приходилось стесниться в небольшом двухквартирном доме, который когда-то был передан одним из местных жителей. В праздничные дни большинство собиралось во дворе здания, так как внутри уже не было мест. Главный имам области, который приехал специально для закладки первого камня, отметил, что благое дело, начатое в священный месяц, будет увеличено в многократном размере. Всем, кто постится в этот день, мы желаем, чтобы Всевышний принял ваш пост и услышал все ваши благие деяния. Те, у кого не было возможности начать пост с первого дня начала священного месяца, всегда есть возможность начать его в любой другой день Рамазана и восполнить упущенные дни в другом месяце. Продолжая свою речь, главный имам области поздравил всех с началом строительства мечети и рассказал о том, что каждый верующий в этот месяц должен посвятить себя духовному совершенствованию. Во время светового дня воздерживаться от пищи и воды. Но самое главное – это духовное очищение. Необходимо проявлять терпимость ко всему и всем, учиться прощать обиды и не причинять боль другим людям, стараться делать добро, проявлять сострадание к нуждающимся и по возможности помогать им. Айнур Нурман Галиева, Жахслух Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинском драматическом театре имени Сакена Сейфулина состоялась премьера спектакля «Шоинкатн». Автор – узбекский драматург Шараф Башпеков. Один из главных героев – женщина-робот, исполняющая любые желания. Кошкарбек – обычный сельский житель. Однажды утром он оказывается связанным. Ученый сосед Галымжан представляет Кошкарбеку – женщину-робота, которая без проблем выполняет все указания и в дальнейшем приходится по душе главному герою. Персонаж Кошкарбек является обычным механизатором, трактористом и отцом восьми детей. Ему приводят женщину-робота, и он почти женится на ней. Это ведь комедия, но она передает людям очень много важного. Пьесу поставил культурный дейти в Республике Казахстан Айбек Крыкбаев. Он давно заинтересован в этом спектакле. Одержимой целью Айбек Крыкбаев пообещал себе, что постановка обязательно будет на сцене под его руководством. В 2005-2006 году я собирался показать эту пьесу в эротическом жанре, в одном из подпольных театров, но не вышло. У меня была на заметке одна комедия, постановкой которой я все равно бы занялся. От того, что показ комедии в театре стал редок, поэтому в этот раз поставил в жанре комедия. Ранее этот спектакль был поставлен, и я сам играл роль ученого Алимжана. На протяжении всего спектакля зрителю не давало расслабиться волнение за судьбу героев. Для актеров не составило труда учить текст и передать характеры героев на сцене. Все присутствующие получили заряд позитивной энергии, приятно поражаясь и наслаждаясь игрой актеров. Казахский орнамент – это не только древнее народное искусство, это поэзия и безграничное творчество. Невозможно не влюбиться в красоту национального орнамента, а их композиция в украшениях всегда красива, современна и никогда не выйдет из моды. Организаторы мероприятия отмечают, что такой мастер-класс организовали впервые, но он уже пользуется популярностью среди подрастающего поколения. Мы все это, чтобы дети наши знали, наши традиции, поэтому мы и задумали такой мастер-класс. Мастер-класс будет проводить «Арука-бренд», то есть ее зовут Айжана Наукенова. Она будет показывать, как в казахском стиле можно собирать красивые сережки, украшения для девочек. Мы это все приручили к первому июню, скоро вот через два дня у нас уже получается праздник детей. Поэтому мы решили именно в таком стиле это все провести. Занятие проводила карагандинский мастер Айжан Наукенова. Рукоделем она занимается уже второй год. Продукцию выпускают под собственным брендом «Арука-бренд Ки-Зет». Айжан отмечает, что старое надо возобновлять и выводить на международный рынок, а этому надо учить уже с раннего возраста. Мы решили начать это с детей, то есть подрастающее поколение, чтобы они знали, что у нас есть национальный наш узор, что у нас есть красивые украшения, что мы должны продвигать это в современном стиле. Буду обучать их делать украшения себе, то есть самостоятельно, чтобы они пришли домой, взяли пару материалов и сделали это сами. Все присутствующие познакомились с основами создания ручных работ. В основном это национальные украшения. Прижигайте и тушите, понятно, чтобы ленточка не разошлась. Изысканные и сказочные украшения юные леди создали для себя самостоятельно. Все девочки в восторге от своих работ и планируют продолжать работать в сфере хендмейт. Я сегодня хочу что-то нового научиться, например, казахские сережки делать. Это будет, надеюсь, это будет увлекательно. Сейчас, в наше время, носить казахские украшения в казахском стиле очень модно, и это выглядит очень красиво. Я сюда пришла первый раз и хочу научиться всему. Делать всякие красивые украшения, браслеты, сережки и воспользоваться этим в будущем. Сегодня вновь возрождается интерес к традиционным элементам одежды, национальным украшениям. Ведь казахский народ имеет самые колоритные украшения, которые не имеют аналогов даже к культуре родственных народов. А такие мастер-классы дают возможность возрождать забытое. Теперь организаторы планируют провести такой мастер-класс среди взрослых. Фариза Албаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Новое поколение. Так называются футбольные соревнования среди учащихся школ города, которые проходят на призы почетного гражданина шахтерской столицы Шаймердена Оразалинова. Организаторы отмечают, что с каждым годом число участников увеличивается. В прошлом году участвовало 9 команд, а в этот раз уже 16. Сам турнир проходит уже 18 раз. Ранее городской турнир проводился исключительно на базе школы номер 93. Но вот уже на протяжении пяти последних лет футболисты играют на поле Назарбаев интеллектуальной школы. Макжан Тегисов увлекается футболом уже пять лет. На этот раз решил сыграть за школьную команду. Немного волнуется, но все же надеется на победу. Так как в этом году я впервые участвую в этом турнире, думаю, что наши соперники достойные, но мы не будем сдаваться. Команда школы номер 65 участвует во второй раз. В прошлом году им удалось стать чемпионами городского турнира. Дмитрий Елопов, ученик этой школы, занимается футболом с 10 лет. Так же, как и Макжан Тегисов, уверен в победе своей команды. В прошлом году мы станем чемпионами, так старались. И в этом году тоже думаю, что мы станем чемпионами. Соперники сильные, подготовились, потренировались. Но мы не будем сдаваться. Будем стараться занять первое место, как в прошлом году. Спустя 10 лет работая Акимом в шахтерской столице, Шамердену Розалинову было присвоено звание почетного гражданина Караганды. Он же является организатором турнира по футболу 18 раз. Это не прихоть, это приобщение наших детей, школьников в стенах школ к спорту. Наряду с получением теоретических знаний, фундаментальных знаний. Наряду с этим, чтобы наши дети были здоровыми, занимались спортом. Все люди по собственному опыту знают. Те люди, которые занимались спортом в школьные годы и послешкольные, студенческие годы. Спорт закаляет детей. В открытии турнира приняли участие почетные гости. Среди них Павел Таку. Игрок национальной сборной Казахстана по футзалу. И бронзовый призер чемпионата Европы прошлого года. А также с показательным шоу перед публикой выступил Камбар Мустафин. Который является трехкратным чемпионом Казахстана и входит в топ-8 Азии по футбольному фристайлу. Азия Сознобаева, Жасул Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В преддверии Дня медицинского работника сотрудники здравоохранения приняли участие в областной спартакиаде. Соревнования проводятся в 15-й раз и с каждым годом количество участников растет. Поучаствовать в спартакиаде приехали медработники со всех уголков области. Всего собралось около 700 человек. Медики со всей Карагандинской области доказали, что они могут не только лечить, но и сами находиться в отличной физической форме. При этом каждый старается не подвести команду и не ударить в грязь лицом. Ольга Травнева – директор центральной больницы Асакаровского района. Со своей командой участвует в спартакиаде с момента ее основания. Частенько удавалось завоевать призовые места. Особенно хорошо дается Тугуйск-Умалак и теннис. Мы, Асакаровский район, всегда за здоровый образ жизни, готовы принять активное участие. Лидируем по таким позициям, как национальная игра Тугуйск-Умалак. Неплохие у нас достижения в теннисе, легкая атлетика. Рады быть здесь. Действительно, это очень хорошее мероприятие. Вся команда буквально рядом от меня болеет и переживает. Работники медицины соревновались в нескольких видах спорта. В программу спартакиады вошли футбол, волейбол, теннис и национальная игра Тугуйск-Умалак. Кроме того, участники демонстрировали свои силы в легкоатлетическом беге, перетягивании канаты и омрестлинге. Все было по-серьезному. Честная борьба и справедливые судьи. В этом году количество команд стало значительно больше и отрадно, что присоединяется в основном молодежь. Хотелось бы отметить, что ежегодно команды проявляют себя с лучшей стороны и выкладываются на все сто. Именно волейбол дается командам с легкостью. Ежегодно лидерами там становятся команды из Тимиртау, Сарани и Жасказгана. Главная задача данной спартакиады – это укрепление здоровья врачей и популяризация активного образа жизни, населения путем пропаганды физкультуры и спорта, а также развитие национальных игр. В этом году, помимо предстоящему дню медицинского работника, спартакиада посвящена ей экспо-2017. То есть, такому значимому мероприятию вы знаете девиз его «Энергия будущего». А «Энергия будущего» всегда неразрывно связана со здоровой энергией. Поэтому культивирование здорового образа жизни, поддержка активной физической формы для медицинских сотрудников – это всегда в приоритете. В этом году в областной спартакиаде приняли участие 16 сборных команд из лечебно-профилактических организаций городов и сельских районов. На протяжении 15 лет перечень видов спорта, в которых соревнуются команды, не меняется. Но составы команд каждый год разные. Со счетом 4-1 карагандинский футбольный клуб «Шахтер» проиграл очередной матч в рамках регулярного чемпионата страны. В Эстонии горняки не смогли одолеть столичных футболистов. Единственный гол в ворот Астанчан во втором тайме забил Айдос Таттыбаев. Первый гол хозяева площадки забили уже на 10-й минуте матча. Капитан столичной команды Дмитрий Шамко сделал подачу на штрафную, где борьбу за второй этаж выиграл джуниор Кабананга и отправил мяч в ворота «Шахтера». Прошло еще 9 минут и вновь связка Шамко-Кабананга создают гол. На этот раз конголезец сыграл на опережение и забил свой второй гол в матче. На 24-й минуте счет становится и вовсе 3-0. Кабананга получил мяч на левом фланге и выкатил на линию штрафной, откуда мяч в ворота переправил Серегжан Мужиков. Во втором тайме горняки пытались отыграться. На 52-й минуте Айдосу Таттыбаеву удается сократить разрыв в счете. Но уже на 56-й минуте статус-кво был восстановлен. Джуниор Кабананга оформил хэт-трик, доведя счет до разгромного 4-1. На послематчевой пресс-конференции у наставника каргандинцев поинтересовались, почему «Шахтер» хорошо играет в кубке, а в чемпионате дела идут из рук вон плохо. Алексей Еременко заявил, что, возможно, футболистам не хватает уверенности, которая приходит с победами. Андрей Тан, Андрей Тимофеев, 1-й карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. 1 июня министр энергетики Канат Бузумбаев проведет отчетную встречу перед населением с обеспечением видеоконференц-связей в регионах. На встрече министр подробно расскажет о деятельности министерства и даст ответы на вопросы. Отчетная встреча состоится 1 июня в 11 часов по адресу Астана, проспект Кунаева, 4, здание Казмедиа Урталга. Вопросы можно задавать по телефону, направлять на электронные адреса, которые вы видите на экране. Кроме того, проблемные вопросы можно обсудить на форуме отчетной встречи. Форум работает на сайте Министерства энергетики. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Саугустер. Субтитры подогнал «Симон»